В Владивостоке прошел первый автоквест для предпринимателей «Бизнес-дозор». Несмотря на раннее субботнее утро, парковка на мысе Охлёстышева была полна автомобилей с развивающимися флагами. Приехал и глава города Константин Шестаков, чтобы пожелать участникам победы. Мне кажется, что мероприятие – это очень правильно. Это же про объединение, это же про дружбу. Ну, а, наверное, другого вот сейчас ничего и не надо. Проведите хорошо время, познакомьтесь друг с другом. Вот, по-моему, круче, чем предпринимательство в Владивостоке, продвигается в Владивосток некому. Это же вашими силами узнают о Владивостоке во всех частях нашей страны и мира. После регистрации и бизнес-зарядки колонна экипажей выдвинулась до проспекта Красоты, где был дан старт игры. Участники отгадывали места, искали на локациях спрятанные коды, выполняли задания на знание истории города, логику и скорость. Команда Дальневосточного медиа-центра тоже приняла участие. Наши сотрудники замотивированы на победу, стойко прошли все препятствия. Мероприятие само по себе, конечно, очень интересное. Оно интересно с точки зрения и интеллектуального развития, и знаний истории города, и, в принципе, предпринимательского сообщества. И это все то, что позволяет нам объединяться, дружить. И самое главное, это тот момент, когда мы в единении, когда мы чувствуем общую силу, общие задачи, общий результат. Это очень здорово. Сегодня был представлен весь наш медиахолдинг, и мы рады, что мы одни из лидеров. В финал мероприятия проходил в формате гонки на картодроме «Примринг». В завершении игры все экипажи ждал праздничный фуршет, а победила команда «Прайд» – сборная бизнесменов из различных сфер бизнеса. Мы получили очень такую большую дозу положительных эмоций, которые переплетались, конечно, немного со стрессовыми, так скажем. Но в целом мы все довольны, наша команда красавчики, мы все победили. День пролетел незаметно. Все это из-за того, что организаторы потрудились создать нам отличную атмосферу. Во-первых, это дружественность, это новые знакомства, интересные задания. Все это было очень драйвово, мне дико понравилось. Мне все понравилось, было много заданий, не все сделали, не все прочувствовали, поняли, но, блин, реально, второй, третий, пятый раз я готов участвовать, 100%. Ожидается, что теперь автоигра «Бизнес-дозор» пройдет и в других городах России, а в Владивостоке следующее будет в октябре. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.